Радуйтесь, православные! Мы продолжаем рубрику «Ответы на вопросы» и вот следующий вопрос. С рождественским сочельником, дорогие мои! Хотел задать вопрос отцу Сергию, стоит ли батюшке дарить собственноручно написанную икону, насколько желателен такой подарок? Ведь в силу профессии, думаю, ни у одного прихожанина возникает мысль подарить икону, молитвослов. Сам по себе подарок замечательный, душевный, но из чисто практических соображений, когда добрые люди везут из святых мест, монастырей и т.д. из самых высших побуждений иконы, их просто уже девать некуда. Ну, в целом, да. Только ли, сусу сказать, общих рекомендаций здесь быть не может. Да, как вы знаете ли, все женщины любят желтый цвет, дарите женщинам желтое. Ну, как только мы слышим все, то это вот из серии, что британские ученые доказали, что все мужчины несколько пренебрегают этикой, а все женщины несколько неумные. Ну, нет, вот общих рекомендаций быть не может. Лучше, ну, опять же, посмотреть на конкретный случай. Какие у вас отношения с тем священником, которого вы хотите поздравить, и каково его расположение, да. То есть, одни священники радуются книгам, другие священники радуются, когда им помогают в храме, третьи священники радуются чёточком красивым, четвёртые собирают, ну, опять же, хорошее коллекционирование, это же хобби, которое возвышает, ну, там, репродукции картин или альбомы по искусству, да. То есть, они же никогда не кончаются, да, вот византийские мозаики, вот, пожалуйста, Константинополь, вот, пожалуйста, мало ли что ещё, там, вот, болгарская иконопись, румынская иконопись, вот, пожалуйста, святыни Афона, то есть, вполне себе такой подарок, да. Вы выразили уважение, и это не занимает много места, и это востребовано. Вот, к примеру, вы смотрите, раз, и монастыри России, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Иной раз нужна справочная информация, и вот она есть. Или там Пинокотека Петергофа, Пинокотека Ватикана. Понятно, что перед этим нельзя молиться, ну, так ведь мы и не для молитвы, как вы правильно совершенно почувствовали, но это несколько такой приватный, чтобы не сказать интимный момент. Вот, откуда мы знаем, батюшка больше чтит Фёдоровскую икону Богородицы или Владимирскую? И главное, нельзя сказать, которая из них выше и лучше. Вот у кого на что сердце отзывается? Кто-то, вот, например, молится иконе Богородицы Калужской или, там, Плакущей. То есть, столько икон Богородицы, что вот выбирая и молись. Богородица с младенцем, Богородица с младенцем смотрит друг на друга. Богородица не смотрит, Богородица с книгой, опять же, представляете? Ну, редкий православный образ, Калужская Богородица, и вместо младенца у него книга. Если батюшка любит читать, ну, хорошо же, подарите ему вот это. И опять же, тоже в зависимости от того, сколько труда вложено, да, вот, как вы говорите, собственноручно написанную икону, вот тут это тоже может быть по-разному интерпретировано. В этом плане, если отношения с батюшкой доверительные, если многолетние, если он духовник, если он вас давно знает, если вы знаете, что вы точно его этим порадуете, вот тоже другой общий принцип, это то, что чем дольше мы знаем человека, тем точнее будет наш прогноз по его поведению. Ну, например, у мамы юбилей, 60 лет, и мы дарим маме шикарную бензопилу на 12 скоростей. Но мы же можем предположить, да, что маме в 60 лет бензопилу... Или, опять же, вот, игумен монастыря получает в подарок бейсбольную биту с надписью «Толерантность». Ну, знаете, некоторые посмеются и скажут, ну вот, братья, ну вот вы умеете удивить, да? А некоторые скажут, ну я монах, ну вы мне дарите бейсбольную биту, а чтобы еще правильно понял с надписью «Толерантность». Ну, где вы это нашли? То есть, есть ли у человека чувство юмора, есть ли доверительные отношения, есть ли, есть ли, есть ли, есть ли, есть ли... И в целом, чем дольше, опять же, вы знаете человека, тем точнее будет прогноз по его поведению. Поэтому, если нужны общие рекомендации, то, во-первых, надо бы узнать, действительно, есть ли у священника место банально, где он может эту икону разместить у себя дома. И второй, вот это вот как раз требующий прогноза момент, будет ли он рад туда поставить именно, простите, вашу икону. Потому что разные у всех вкусы, и, к сожалению, да, вот помните, ну, профессор, ну, вы же один живете в пяти комнатах. Я один живу и работаю в пяти комнатах. И я бы имел еще желание заиметь шестую, она мне необходима под библиотеку. То есть, мало ли чего батюшка хотел, но если у него вот столько-то места, и, к примеру, да, не у всех есть возможность всю стену в своей комнате отвести под иконостас. А вот какую-нибудь угловую полочку поставить, один образ Спаса, потому что странно, если у христианина нету иконы Спаса дома, да, то есть, священник к нам приходит, говорит, а дайте, пожалуйста, икону Христа, ну, там, отпевать, освящать жилище. А у нас нет. Матронушка есть, неопалимая купина есть, на розыск вещей есть, на отзглаза есть, кипряные устины от бесов есть, а Господа Иисуса Христа, ну, не нашлось ему места. Вот, и к вопросу, найдется ли место, вот это важный момент. И второе, потому что, если, опять же, мы размещаем какие-то вещи, это еще и подарок. Да, у человека на видном месте, в рабочем кабинете, глупый детский рисунок. Глупый детский, так это же вот крестник нарисовал, или собственная чадушка пришла, сказал, папа, это тебе. И так тепло стало, что он снял сложнейшую, красивейшую меланхолию Дюрера, и повесил вот эту детскую каля-маля, ну, приятно. А это кто? А это папонты. Папонты? Ну, потому что, если есть мамонты, то есть и папонты. Вот тебе папа-папонта. И все, и вот, и замечательно. Вот, поэтому, что дарить священнику, это отдельный вопрос. Надо, во-первых, ответить на следующий вопрос. Есть ли у вас с ними долгие доверительные отношения с этими священниками? Возьмете ли вы спрогнозировать реакцию? И главное, не обяжет ли это человека? Потому что, собственно, ручно написанная икона, это банально дорого. Даже если мы посчитаем, просто доску, просто краски, и свой труд вы оцените в ноль. Ну, во-первых, это не один день. То есть, я рискну сказать, что это, ну, 24 часа минимум чистой работы. То есть, три рабочих дня по 8 часов. Плюс материалы. Что дарить? Тут надо посмотреть на священника. Вот первый подарок, это, конечно, вот альбомы по искусству, потому что такой человек сам себе, как правило, не покупает. Они же есть разные. Некоторые там от трех тысяч рублей до бесконечности. Вот. Можно подарить икону храму, и хороший священник это тоже оценит. То есть, священник, он себя от храма не отделяет, и можно пожертвовать икону не ему, а храму. Вполне себе, да. И тоже хорошее вложение, в кавычках. Потому что на Великом Входе, когда выносят дары, священник упоминает строителей, благоукрасителей, жертвователей святого храма сего. То есть, и вы, как говорится, вот если не в строителях, то уже в благоукрасителях и в жертвователях. Точно. Это хорошо. Дальше может быть, ну, к примеру, есть священники, которые чувствительны к вину. То есть, да, вот, служат на вине и просфорах. Если просфоры еще производятся, там, в епархии, в метрополии, то вот хорошее вино найти иногда проблема. Можно подарить бутылку вина, которая будет использована для евхаристы. Но это если вы, опять же, хорошо знаете священника, хорошо понимаете в вине и понимаете, что абы что для литургии не используют. Нельзя принести и сказать, ну, как себе просека коллекционная. Ну, просека в чашу не пойдет. И абы какое красное тоже не пойдет. И даже вот просто красное сладкое не всегда в чашу пойдет. Поэтому, да, действительно, это такая проблема, потому что священник, конечно же, возьмет, конечно же, не откажет, потому что это может человека обидеть. Но, повторюсь, попробуйте узнать поближе и спрогнозировать реакцию. Вот это общее правило, да. Что вот иная мама ведь и обрадуется бензопиленом 12 скоростей, а иной иеромонах будет долго хохотать и, правда, в комнате у себя повесит эту самую биту с надписью толерантность. Ну, потому что, ну, смешно же, пошутили же, да. Поэтому подарок, написанный вручную икону, конечно же, желателен практикующему христианину. Но вот насколько близкие отношения, ну, это как дарить, простите, дезодорант, украшение. То есть это, конечно, подарок, который ценим, который нужен и который важен, но который мы, простите, от обыкого не возьмем. Ну, да, а это что это у тебя за духи? Да, это вот подарили на работе. Что это на работе духи дарят? И вот тут, а это что такое? И тоже вот интересный момент, да. Надо еще сделать так, чтобы этот подарок не привел к никаким недопониманиям и не был бесами использован как повод для смуты в общении. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!